I have ways of blowing things off. За это время успел капельку поиграть, порассмотреться, немножечко понял некоторые механики, некоторые, я не сказал все. Та блин, возьми пожалуйста. Знаете, я почитал немножечко также гайды, и там сказано, что здесь система NPC очень своеобразная. Что я точно такой же, ну не NPC, ну я имею ввиду, что я не могу быть NPC, я же главный игрок. Но все-таки они мне говорят, что я ничем не отличаюсь и не имею никаких преимуществ и всякое такое. И также мне сказали в обучении, в описании, что здесь NPC будут себя вести с учетом того, как я себя веду. То есть если я их буду толкать или близко приближаться, или просто смотреть им в глаза, они могут воспринять это как агрессию. Так вот, как меня убили в прошлый раз. Ну и как вы понимаете, между этими двумя сериями было еще несколько каточек, которые я сыграл. Ну, стою такой в комнате, в пустой комнате, отвлекся на несколько минут, ко мне подошла какая-то зомбячка с бердышом. И уперлась в меня этим бердышом. И посчитал это агрессией. После чего за два удара меня просто смели к черту. Вот, ну, естественно, я потерял сознание, но урон был нанесен больше, чем половина. И пока я приходил в себя, она оказалась рядом с этим же бердышом. И она меня успешно добила. Так что я немножечко пока не знаю, как мне... Да, блин, перешагивай. А, еще также сказано, что здесь есть такая физика, когда... Ну, человек может потерять равновесие, как и в нормальном мире. В нормальном мире человек умеет перешагивать доски, между прочим. Я ни в коем случае не отношу это к каким-то критическим минусам. Просто я говорю, что некоторые вещи, раз уж вы делаете такой упор на реалистику, это не открывается? Хорошо. Мне также посоветовали... О, я могу это трогать. Тут есть дверь. Здравствуйте. Она заперта. Хорошо. Вот, да, буква K и V. Но немножко неудобно. Все-таки на колесико немножечко поудобнее крутить. Можно приближать. Менюшку я пока оставлю открытой. Я себя так чувствую немного поуютнее, наверное. Давайте исследовать дальше. Там, ну... Тут тоже закрыто, круто. У нас выбора нету. Нам идти туда. Само создание персонажа я оставил за кадром, потому что, ну, мы это уже видели. И я там особо ничего не создавал. Единственное, что я взял крестьянина, который время от времени ходит в другие села для того, чтобы расширить свой бизнес. Вот. Но в один из таких походов его похитили и, кажется, отобрали у него абсолютно все вещи, из-за чего он, соответственно, горюет. Отобрали вещи, кинули куда-то. Вот, вот смотрите, вот зацепился. Черт знает за что. Опа, упал. Красавчик просто. Неуравновешенный, как бы это ни звучало. Ладно. Рекомендовали мне также ходить на кнопки. Чего я делать пока что никак не могу наловчиться. Поэтому буду ходить на мышку. Посмотрим, если мы на кого-то нарвемся. Может быть, мне придется как-то ходить на кнопки. Но пока что мне это кажется крайне неудобным. Также игра мне сообщила о том, что система управления здесь очень инновационная и уникальная. требует некоторого времени, чтобы привыкнуть, но потом ты будешь вознагражден тем, как у тебя все хорошо получается. Это третий раз я тебя уже обнимать иду. Ты тут? Он тут просто стоит и все. Я не хочу. Уйди. Я не хочу тебя трогать. Так. Это, насколько я понимаю, сундук. Да, это сундук. Ок. Да, тут есть щит и есть посох. Рукавички я возьму. Без факела я оставаться не хочу. Сундучок я обобрал, но без факела я оставаться не хочу. Здесь как-то и так нифигища не видно. А прикиньте, остаться без факела... Все станет еще лучше. Так, еще ближе я придвинуть, к сожалению, не могу. О! А, это ничего. Мне показалось, что там что-то, а это ничего. Стол и подвинуться, тоже не могу. А стул, наверное, могу. Ну ладно. Этот чувак ушел. А, я думал, он закрыл дверь. Он не закрыл дверь. Он просто пошел в свободное плавание. Ладно. У нас есть клюка вот эта вот. Ну, насколько это возможно. У нее хороший баланс, очень хорошие махательные качества. По-моему, она двуручная. Вот в чем ее проблема. Давайте я, наверное, на секондаре ее поставлю. Да. Вот. Если мы ее берем, то мы теряем факел. А это не очень хорошо. Опять же, я же говорю, без факела я оставаться не хочу. А, да, это длинный коридор. Стопте, давайте посмотрим. Эта дверь закрыта? Нет. Тут какая-то мадам. Но она пока ко мне не агрессивна. Опять же, все мои суждения о том, мадам или сеньор, исходят чисто из каких-то визуальных. Я вообще не понимаю, кто это. И, ну, то есть, зомбаки-то они, конечно, да, зомбаки, но... Вот. Вали! Вали! Победа, победа, вместо обеда. Блин, ну... У нее ж было оружие, почему я не... Это оно? Да, хендсоу, ручная пила. Давайте я ее возьму. Возьми, пожалуйста. И сравним с тем, что у нас есть. Крушащие... Импакт... Так, 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 баланс 3. Давайте я, наверное, вот эту вот... Я не знаю, правда, что лучше. Не, давайте я пока останусь... Хотя, черт с ним, давайте ручную пилу посмотрим. В общем, более-менее я научился отражать атаки, когда вот такие соперники несложные. Я не знаю, что будет со сложными. Вот. Кроме того, что на меня внезапно напала в прошлый раз дама с бердышом, которая меня убила. Вот. Вот такие вот случаи тоже бывают. Такой заходишь, и на тебя просто кидается. Притом! Притом! Это тоже ручная пила? Да, точно такая же. Я брать не буду. Топорик. Предназначается для рубки. Давай-ка я топорик возьму. Топорик мне нравится. С топориком я себя чувствую уверенно. О, это ящичек? Да, это ящичек! Ха-ха-ха! Я научился их различать. Да. Плотницкий инструмент. Леггинсы? Ну, эти явно получше, по-моему, да? Давайте я их поменяю. Так, ты у нас кто? Инструмент. Ну, и ты пила. Ага. Я не знаю, что из всего этого мне может понадобиться. Давайте я позабираю. Выкинуть-то я всегда успею, да? Вот. Я еще не понял, для чего все это. Оно же здесь все существует. Ладно. По крайней мере, в отличие от прошлой серии, я научился различать, где здесь сундуки. Потому что мне там сказали, что я панопропускал. Угу. И я не спорю. Да, я панопропускал. Это было справедливое замечание. Ну... Ой-ой-ой-ой-ой! Длинный нож! А что там с топориком? Да. Так, баланс такой же. Слэш такой же. Импакт такой же. Но этого еще и... Пронзание добавляется. Поэтому я, наверное, возьму. И мне кажется, он к тому же будет... Хотя не по длине такой же. Хорошо. Ну, мачете убивает. Третья часть. Ха-ха! Ай! Так я и говорю, что в основной менюшке у меня появился такой параметр, как общий прогресс. То есть я был изначально прав. Это все рогалик. И мой общий прогресс как-то потом засчитывается. Кстати, надеюсь, эти зомбаки не встают. Ну, я-то просто встаю, когда меня мочат. Надеюсь, с этими ребятами все будет попроще. Блин, на меня так налетел. Я не успел особо что-то понять. Окей. Изначально у нас выбор был вот такой, да? То есть сюда, сюда и сюда. Вот, это та кузня, в которой мы были. Давайте, ладно, я пока менюшку закрою. Это она забирает дофига экрана. Тут можно интересные вещи присмотреть, такие как молот. Мне вот эти вот палки нравятся. Чем? Крушащий урон. Они длинные. Ну-ка, молоток. Вот, но я не знаю, стоит ли мне это все брать или не стоит. Тут есть вот инструмент. Щипцы. Вот нормальный человек так бы не сделал. Ау, на ковальне по ноге. Так, хорошо. Здесь мы это с вами уже читали. Это список работ, заказов. Кажется, что очень многие люди были вовлечены в их выполнение. Большинство имен кажутся вам незнакомыми. Много вещей описаны теми словами, которых вы никогда не слышали. Да, это все было. Я не буду сильно заострять внимание. Но вот опять же, зачем? Ну, физика физикой. Конечно, я очень рад, что вы сделали такую инновационную физику. Это инновации, Джонни. Но я был бы, кстати, очень рад, если бы оно все еще работало чуть-чуть получше. Ручная пила. Да, это у нас такое уже есть. Я не хочу прям сильно сосредотачиваться. Средотачиваться на тех вещах, которые уже были. Тут у нас бутылочка, да? Но все, что в ней было, уже испарилось. Кстати, да, у меня есть щит, если что... Кстати, у меня есть щит. Ха. Надо будет подумать об этом. Кажется, я начинаю заблуж... Ай, да, встань ты! Понимаете, я не всегда вижу, куда я иду, и это не всегда удобно. Там в сортире агрессивный чувак. Я не хочу с ним драться. Там просто сортир. И агрессивный чувак. Не, ну его... Ну его нафиг, я не хочу. Ты сундук? Ты сундук! Да. Так. В жакете, кстати. Почему бы нам его не накинуть-то? Он же идет поверх... Любая вещь, которая идет поверх, это броня, и это уже хорошо. Блин, уже второй агрессивный чувак. Хотя я же говорю, игра мне сказала о том, что, скорее всего, агрессивных людей здесь будет мало. Если кто-то будет со мной агрессивен, только потому что я его спровоцировал. Я не стою в боевой стойке, я никого не провоцирую. Я не знаю, почему уже второй человек пытается меня убить. Что я им вам сделал? Так, это ничего? Это ничего. Тут просто чашки-ложки. Пусто. Как там? Все та же в крайне вода. Все тот же стул без ножки. Ящики пустые. А, стой, это не то место, где... Да, это то место, где компас. Я теперь вспомнил. Компас давайте я заберу. Все равно я пока нифига не научился разбираться... Оу, а ты кто такой? Стой. Ты свечка? А, ты просто свечка. Я думал... Даже вот это вот максимально... Как бы я понимаю, приближение. Даже с максимальным приближением... А ты кто? Даже с максимальным приближением я не всегда могу понять, кто это и что это. Хорошо. Здесь мы побывали. Окей. Я сейчас пытаюсь как нам... Пытаюсь вспомнить, как нам дойти до того места... Он, чувачок, с топором ходит. Все нормально. Не нервничаем. Ну, чувачок, ну, с топором. Ну... О, еще одни перчатки. Ну, дело в том, что перчатки-то у меня уже есть. Даже лучше, чем эти. Эти хорошие кожаные, а это крутые, ну, типа жесткие кожаные перчатки. Поэтому... Ну, я не знаю, кстати, что здесь творится с напарниками. Могу ли я здесь одевать напарников и будут ли у меня здесь напарники. Поэтому я возьму... Ну, что я без понятия. Опять же, я стараюсь... Почему я полез читать гайды в самой игре? Я уверен, что на ютубе есть куча гайдов на эту тему. И я мог бы там для себя узнать много чего полезного. Но я этого не делаю, потому что я боюсь каких-то спойлеров. Такая игра вполне возможно... Не вполне возможно, а 100% имеет кучу загадок. Вот, длинный нож. Такой же, как мой? Так, 2, 3, 2, половинка. 2, 3, 2, половинка. Да, точно такой же. То есть я мог его еще здесь найти. Здесь вроде ничего нету. Потеряться очень просто. Несмотря на то, что мы уже даже компас вроде как нашли. Но я себя вообще не чувствую уверенно. Наручная пила. Наручная как граната. Так. И... Колья. Но я так понимаю, что это для забора какие-то были заготовки. Так, что у нас есть? У нас есть кузня. В которой работало когда-то много людей. И они делали какие-то странные вещи. Есть заготовки под бревна. Есть огромное каменное подземелье. Можем ли мы сделать вывод, что мы в чьем-то замке? Можем. Вполне. Я считаю, что это было бы логично. Тогда, если мы в чьем-то замке и тут... Ну, я так понимаю, что это подземелье. А свет в этих лампах совсем не из огня. То это, возможно, замок какого-то... Опять же, волшебника, колдуна. Или что, скорее всего, таки некроманта. Потому что у нас в прошлый раз шла речь как раз о некроманте. И... Вали! Да выйдешь ты! Вы нормальные? Фух! С чем он вообще был? Просто деревянная бита какая-то. Чувак на меня накинулся. Ха-ха-ха! Вообще не о чем. Так. Наверное, вот так вот. Сейчас посмотрим, что это за бронька. Три и половина. А! Блин! Это, кстати, получше будет. Че с ботинками? Два с половиной по половинке. Ну, мои получше. Че штаны? Штаны так себе. Рубашка на 4 и 1, да? Значит, а моя рубашка... Точно-то... Нет, не точно такая же. Моя послабее будет. Я вот так вот одену. Вот сейчас посмотрим, что там Адам хочет нам предъявить. И хочет ли. Не знаю. Пока что многие из этих обитателей ведут себя крайне агрессивно. Но мне понравилось, как ведет себя нож в этой ситуации. В Индополож. Мне показалось, что там были какие-то крики, кто-то кого-то мутузит. Блин, тут столько дверей везде. Это похоже вообще, кстати, то ли на склад вина, то ли еще чем. Это не ящики случайно, нет? Они не кликабельны, к сожалению. Ладно. Пойдем отсюда. А тут ничего нету. Может быть, за вот этим... Ну-ка, иди сюда. Нет, за этим ничего нет. Хорошо. По крайней мере, я научился немножечко стоять за себя. Это уже радует. То есть, пару ребят мы уложили. Да, это совсем ничего не значит. Нас могут уложить очень быстро. Следующий же чувак. Вы видели он меня этим деревяшкой огрел по горбу? И мне там чуть ли не треть моей выносливости улетела после этого. Блин, какой тут бардачище. Что тут было вообще? Офигеть. Еще мне не понравилось, что когда я выбегал, я факел зацепил. Он такой, нет, не пойду. Инновационная физика. И опять же говорю, да, я каждый раз упоминаю об этом немножечко с такой издевкой. Я не хочу сказать, что это издевка или это плохо. Ребята постарались, сделали что-то новое. И за это им огромное спасибо. Но... Блин, подкрутите, пожалуйста, чтобы это работало по-человечески. Блин, их там двое. Я хочу туда зайти, но их там двое. Я не знаю, что со мной будет, если я туда зайду. Какие-то запертые ворота. Я вас понял. Вот, да, вот это место я нашел в прошлый раз. Взял вот этот вот ключ. 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 Спасибо. Вот. И вот этот чувак, у него тут было вот это вот письмо. Это я уже находил. И я вам сейчас вкратце расскажу. Элара исчезла. Многие исчезли в последнее время. Но бандиты... Над Анкаман. Не такая уж и редкость в это время. Ну, в этой местности. Элара, однако, не путешествует. Почему? Они ее забрали. Угу, угу. Тут всякие рассуждения. В общем, ребят, можете посмотреть, почитать. Чувак пишет Тессе. Кто такая Тесса? Дорогая кузина, он говорит. Но почему он пишет здесь ей письмо? И как он собирался это отправить? Немножечко непонятно. Так, тут у нас, у этого чувака, у него хорошие сапоги, которые я возьму. Пожалуйста. Сапожки мы оденем. Рубашка так себе. Ну, в смысле, рубашка, жилет, штаны тоже. Это письмо я, наверное, заберу. Я не знаю зачем, но тут ему явно нечего делать. Чувак явно убит. Тут у него подсвечник. Да, candle holder. Я бы даже предположил, что этим же подсвечником его и убили. И, кстати, здесь у нас есть еще баклер. Маленький щиток. У меня, по-моему, точно такой же. Два с половиной. Два с половиной. Да, да. Поэтому этот я брать не буду. У меня есть один. Мне все нормально. Вон парень ко мне зашел. Посмотрите. Кстати, в первый раз, когда мы с вами ходили, мы подошли с этой стороны. И тут вот как раз заблокированная дверь. Мы не смогли открыть. Сейчас мы ее сможем открыть. Тут тоже какой-то чел, но я не уверен. Он агрессивный, не агрессивный. Тут ни в ком нельзя быть уверенным. Сколько раз мне уже тут хотели надавать люлей. Зомбаков тут просто дофигища. А это коридор, по которому я бы сюда пришел с этой стороны, да? А это, по-моему... Нет, это просто какой-то зомбарь с дубиной. Я не буду на него смотреть, чтобы он не подумал, что я его провоцирую. Тут вот эта фишка со взглядами на самом деле. Оу, какая-то кладовая. А, не. Так, там заблокировано. Я не знаю, как себя с ними вести, чтобы они не агрелись на меня. Потому что некоторые на меня сразу кидаются. Некоторые стоят и просто смотрят. Вон, какой-то чувак с топором. Это не очень хорошо. Я не хочу общаться с чуваком с топором. Вот еще два трупецких. Так, это абсолютно пустой, голый, раздетый. И у него тут есть металлическая... Знаете, я, наверное, одну такую возьму для коллекции. Хотя у меня есть клюка. Ну, ладно. Вот ты меня интересуешь. У него размозженная голова. Черт. Че это был за звук? Че это был за звук? Че это был за звук? Так, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ну, этот получше немножечко. У него еще и от этих... Дробящих атак я одену вот эти сапожки. Так, ну, все остальное меня, на самом деле, не очень интересует. Опа! Чуть не упали, молодец. И тут есть дверка. Как мне сказали, нужно дважды клюкнуть. А, то есть этот ключ сюда не подходит. Хорошо. Хорошо. Я вас понял. Я в прошлый раз не успел это проверить. Меня как раз в этой комнате и убили. А вот, собственно, почему мы не могли в эту комнату пройти. О, тут можно облутать. Прикольно. Карандаш. У меня есть бумага, у меня есть карандаш. К. Коллекция. Хорошо. Ты кто такой? Бутылка. Что за бутылка? Без понятия. Давайте заберу. Ну-ка. Два с половиной, один, один, половина, один. Ну, что-то лучше, что-то хуже. То есть общий каверидж лучше, но от... Ну, даже не знаю. Ладно, пусть будет и то, и другое. Потаскаю с собой. Вот эту штуку мы... Открыть никак не сможем. Хорошо, у нас есть ключ, который не открывает эту дверь. У нас есть также две двери вначале, которые мы не можем открыть. Но у нас тогда еще не было ключа. Но вот эта комната, на самом деле, очень интересная. Так, я так понимаю, что зомбоносцы как раз у нас закрыли вот эту дверь. Круглая комната. Так, мне кажется, что я здесь уже был в прошлый раз. Не буду ничего утверждать. Угу, тут у нас есть отёжка. Тут... Опа! Булава! Так. Тяжелый очень. Дробящий эффект. Так, баланса. Импакт на импакт гораздо больше даёт. Потому что она тяжелее. Баланса... Баланса у ножа побольше. Блин, булаву-то я ещё не находил. Это интересная тема. Она одноручная или двуручная? Давайте посмотрим. Она одноручная? Блин, я теперь нож не найду среди всего этого. Тогда что мы сделаем? Мы возьмём секондаре, возьмём сюда булаву. И возьмём сюда щит. Ну, давайте я вот так пока похожу. А как-то... Ой, блин. Надо будет найти кнопку, можно ли здесь переключаться быстро между первым сетом и вторым. Наверное, можно всё-таки, я так понимаю. Ага, тут можно сюда, можно сюда. Пойдёмте сюда сходим. Тут ещё один трупак. Ну, просто со шмотками, без письма, без ничего. Опс. Так. Эээ, а это случайно не то место, где... Я сделал круголя? Серьёзно, я вернулся? Ой, блин. Да, я вернулся, это та же самая кузня. Мммм... Хорошо, тогда пойдёмте сюда. Или это у нас... Так. Она посчитала мои действия агрессивными? А, это чувак в сортире, который у нас агрессивный. Да-да-да, точно, я забыл про тебя. Странно, почему он был агрессивным. Так, это успокоилось. Блин, я начинаю ходить по кругу, это... Ау. Это не очень хорошо. Я вроде как не жалуюсь своей ориентации по местности, но я сейчас тупо заблудился. Факелом головой об стенку, короче, извини. Так, а здесь я был? Возможно, здесь-то я и не был, кстати. Тут какой-то чувак. Блин, зомбаков реально очень много. Молодец, блин, взял, просто упал. На ровном месте. Из-за того, что зомбаков много, из-за того, что они движутся постоянно, я... начинаю терять локации, потому что... Я думаю, что я тут был. Деревянная кружка. Я не знаю, пока для чего мне она может теоретически понадобиться. Бегать здесь тоже считается проявлением дурного тона. Вот, поэтому я иногда привлекаю к себе нежелательное внимание. Но ходить пеша, я здесь просто состарюсь и умру, если я буду просто ходить пеша. Поэтому... Так, а это приведет нас... Ну-ка, сюда я еще... Или я сюда... Нет, здесь я был везде. А где то помещение, где я встретил NPC в прошлый раз? Вот что мне интересно. Я сюда в прошлый раз не мог пройти, да? Потому что здесь двое тусили. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь. У нас есть, кстати, ключ, и возможно, это вариант сходить в... вернуться в начало. Да, здесь у нас список трав был, который мы с вами находили. Вот здесь. Многие растения, очень многие растения из этого списка вам кажутся странными. Да, значит, если мы здесь были... В первый раз необычно... О, кстати, тут сундук, да? Это сундук? Да, это сундук. Ух ты, красиво. Белхук. Это я возьму. Это я возьму. Почему бы нет? Опять же таки. Мне нужно потихонечку, наверное, избавляться от хлама. Я вряд ли буду использовать двуручное. Вряд ли буду использовать вот это. Вот это. Вот это. Сапоги. Кучу всего надо поскидывать. Ладно, все эти инструменты, я же говорю, выкинуть всегда можно. Булаву нет, не буду выкидывать. Карандаш оставлю. Вот этот пруд выкину. Ты. Хорошее покрытие. Эти похуже. Так, это что, чеснокодавка? И спреер. Уж не знаю, зачем мне спреер может понадобиться, но это что-то необычное, поэтому я его пока с собой потаскаю. Ладно, тут кучу всего скинул. Уж не знаю, когда и где, и как оно мне понадобится. А ты кто? А ты у нас просто лопатка. Еще один спреер. Не, похоже, что спрееры и лопатки это что-то абсолютно обычное. бутылки. Но тут вроде... Уйди. Тут вроде ничего такого нету. То есть, да, вот это местечко мы с вами опять пришли. Молодец. Просто взял опять, как кулек свалился. Ладно. Кстати, тот типок в туалете, который был агрессивный, теперь, когда мы к нему подошли, он уже не был агрессивным. Ну, я понимаю, что объяснить перепады настроения у зомби сложно. Но все-таки... Хотелось бы знать, что у них... Да, хорош, блин, пинать его. Я вообще рядом бежал. Мне все-таки привычнее, когда карта изначально выглядит наверное вот так. Да, это вот у нас тут... Так. По сути. У нас есть один ключ. Три двери. Одну дверь мы попробовали, она не пошла. Давайте тогда попробуем пробраться к началу. К тем двум дверям, которые у нас были заперты. Это же еще найти это место надо. По-моему сюда. Это вот сундук, который мы обшаривали. Да, 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 он пустой. Хорошо. Пойдем попробуем выйти отсюда. Это как раз тот самый случай, когда вам никто не подскажет. Ни направ... Ты со мной драться будешь? или где? Никто не подскажет ни направления, ничего. Разбирайся с чем хочешь, как хочешь, где хочешь. Так, ладно, это... Эх, ты ж, блин. Это то самое начало, куда мы... Да, да, да. Давайте посмотрим здесь ключ. Он открыл эту дверь. Отлично. Давайте теперь нижнюю дверь посмотрим. Ключ-то у нас остался. Может, он много разу. Окей. Да! Ох ты ж, ё. Ладно, пойдемте сначала в ту дверь. У нас открылось две новых двери. Давайте запоминать, что где находится. Получается, у нас там есть еще одна дверь, для которой у нас нет ключа. Блин, карту запоминать приходится просто. Интересно, это все потом будет открыто или нет? Когда меня убьют, когда я буду переигрывать. Да вы не офигели! Чувак с топором. Кстати, я бы, наверное, взял бы себе этот топор. Заходить в камеры это всегда плохая идея. Заходить в камеры, ребят, это всегда плохая идея. Хватит перецепаться, блин. Я веду себя спокойно. Я не агро. Так, что ты такое? А зачем мне это? Поношенные кожаные и испорченные кожаные. Нет, мне это все не надо. Похоже, то, что я нашел изначально, это были лучшие сапоги, лучшие перчатки. Ну, на тот момент из того, что я из кожаного сета. Блин, если это можно назвать кожаным сетом, ха-ха. Ну, я просто мыслю масштабами. Ой, блин. Вот этим вот топором, если мне зарядят по башке, то все, я отъеду. У меня такое ощущение, что если мне этой деревянной палкой по горбу влепить... О, еще один этот отхожее место. Так я и говорю, что вот от этого топора мне может вообще поплохеть. Что за нафиг? Тут какие-то... Да, тут какие-то камеры. Они все пооткрыты. Я так понимаю, что там сейчас блуждают обитатели этих самых камер. Я уже нафиг опять заблудился. просто... Просто не спрашивайте. Вот какой стороной ты на меня нападать сейчас начал? Что это было? Так, ты у нас... Это тяжелое. Это кожаная. Кожаная у нас есть. Штаны. Не, но у нас вещи получше. Собственно, наверное, это нас сейчас и защитило. Ага, просто какая-то овальная комната. Я что, в белом доме? Что за овальный кабинет? Ладно. О, зато тут есть сундучок. Что? Ошейники? Просто пачка ошейников. Вы серьезно? А я могу на себя одеть? Нет, не могу. Зачем мне ошейник? Ну ладно, я возьму один, но... Блин, я... Это... На тебе еще раз. Вот. Вы меня не так поняли. Так, тут явно держали тоже каких-то рабов, не рабов, непонятно что. Черт побери. Так. Тут какая-то кладовая, не кладовая. Чувак, не нападай на меня, пожалуйста. Я жить хочу. Так, тут у нас ящичек? Да, ящичек. О, это наручи что ли? Тьфу ты. Да, наручи. Дополнительная защита всегда дополнительная защита. Пояс. Пояс я одеть не могу? Или это он так оделся? Короче, ладно. Чаша и ложка. Блин, у нас есть карандаш, может взять ложку для коллекции? Не, ну его нафиг. Хорошо. Взяли наручи, что тоже неплохо. Я же говорю, чем больше брони, тем лучше броня. Это хорошо, это всегда лучше. Чем больше слоев намотано между твоим телом и ударом от врага, тем лучше. Это всегда так работало. Так, ладно. Черт, а я тут был или был? А, это как раз вот это вот место. Все, 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 я пришел к перекрестку, я теперь понял, где я нахожусь. Хух. Да, это вот та дверь, которую я отпер. Вниз я сходил, сюда сходил, вверх я сходил. Давай сюда сходим. Тут какие-то ванночки, не ванночки. У, с тобой можно поговорить? Черт, нельзя, он сразу в боевую стойку стал. Да я серьезно хотел поговорить, я подошел, нажал на Т, но он это воспринял как угрозу какую-то. Молодец, взял, перецепился. Я, я просто боюсь, что он меня сейчас начнет бить, если я буду продолжать нажимать на него. О, у него сумка. Это же сумка? Нет, это ведро. Мне просто показалось, что это сумка. Оно так лежало. Молодец. Слушайте, а за ним, за ним кто-то есть, в ванной какой-то скелетик лежит. Может мне его все-таки убить? Но я боюсь, что он меня убьет, так-то по-хорошему. У него такая пушечка, пушка, ну да, вы поняли, что я имею ввиду оружие. Все мы игроки используем одни и те же термины, да, можно сказать. Так, хорошо, получается здесь вот это крыло мы исследовали. Здесь были, здесь были, здесь были, и сюда мы тоже зашли. и здесь нам пришлось подраться, да, хорошо. Пойдемте тогда во вторую дверь, которую мы открыли. Ау. Топа. Переступи! Почему нет опции переступить? Стоп, 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 а здесь никаких больше выходов нету? А, стоп, здесь есть, а, ну и здесь мы были, все, все хорошо. Пойдемте тогда вот, вот здесь и вниз, потому что мы открыли две дверки. дверки. Так. Столовка. Столовка. И здесь уже давненько никого не было. Это все похоже на какой-то подземный комплекс. Блин, Umbrella, ты ли это? Зомби, подземный комплекс, с тайной секреты. Я все понял, это новая часть резидента. Так, тут у нас нож, в Индополож, бутылка, но это ножи, кстати, на них нету сосуд. Так, на этих ножах нету никаких боевых свойств, то есть я понимаю, что это, ну-ка, книга. Как я заметил, я так понимаю, что это не боевые ножи. Еще одна книга. Зачем я беру с собой книги? А, это учетная, кстати, книга. Логбук, это бухгалтерский учет, что ли? Ну, я не знаю, какой здесь мог быть бухгалтерский учет. Тут и так беспорядок, предлагаю сделать его тотальным. В общем, да, нашему персонажу переступание через что-либо абсолютно неизвестно. Почему они друг с другом не дерутся? Так, я пришел отсюда? Отсюда. Значит, возможно, мне сюда. Так. Блин, он занервничал. Я лучше выйду на открытое пространство с ним махаться. Минус два. Может, ты не будешь со мной драться, а? она с ножом прибежала. Блин, тут махач все на всех. Все, я без сознания. Уйдите от меня. Ух. Давайте вы меня не будете трогать. Давайте. Годится такое? Факел мне в руки. Это мой нож боевой, да, вот он. этот чувак опять нарывается. Ну, блин, они меня гасят вдвоем здесь. Я не знаю, что делать. Как только может мне походить без оружия в руках, кстати. Блин, почему я об этом не подумал? Мне уже столько этих ранений нанесли. Вставай, чувак, вставай. Они на меня накидываются. Ну, по крайней мере, накидывается один, а потом накидываются и остальные. И, блин, ну, как бы неприятно. отлично. Булава мне помогла. Стой, а что это за третье? Блин, вот это меня покалечили уже, конечно. Фух. Давайте основное. Нож. Что этого чувака? О, у него шляпка есть. Хе-хе-хе, какая милая шляпка. Хорошо, это я все не буду брать у тебя. Они все бомжары. Хотя, вот этот вот топор двуручный, но он медленный. Не, я его возьму. Ну, что я так понимаю, что он наносит дофига урона, но он медленный. И поэтому, наверное, нет. Сапожки тоже, наверное, нет. Давайте вы не будете теперь на меня нападать. Будьте людьми, пожалуйста. Все. мы с вами все решили. Там была еще одна особа, которая не очень рада была меня видеть. Но я надеюсь, мы не будем драться. У, тут есть бумага. Итак, я должен найти подходящее место для того, чтобы начать работу. Наконец-то я могу продолжить жить в достоинстве. Я не могу больше выносить эту грязь. Я жил, я жил как животное. Ну, это интересно. Это я могу поднять? Все записи я лучше, пожалуй, буду собирать. Не знаю, зачем. Кираса. Это я беру, это вообще без вариантов. Кружка. Это мне все не надо. Вилка. Вилка такая, кстати, как щипцы выглядит. За Кирасу спасибо, пригодилось бы. Так, это интересная комнатка, и я, в принципе, вижу причины, почему меня сюда не пускали. А ты кто? Ох, ты ж, блин, призраки. Это книга представляет из себя ничего иное, как коллекцию абсурдных теорий об существовании призраков. Однако, некоторые вещи написаны в другом тоне, в другом виде. В общем-то, ребятки, можете почитать эту цитату, нажмите на паузу, и для себя тоже почитаю. Сейчас не об этом, у нас просто хронометраж серии заканчивается, поэтому посмотрим, что дальше. Так, я пока закрою, и мы с вами потом ознакомимся. В крайнем случае, если кто из вас, кому лень читать, то я вам в следующий раз перескажу содержание, наверное, если не забуду. Так, это у нас был выход в основную залу, где у нас была агрессивная леди, блин, эта тварь меня видит. А вот это сейчас было удачно. Высекли просто. Не, ну нож это тема, булава это, конечно, тоже тема, булава очень хорошо зашла, особенно того чувака успокоить, но нож, блин, прям хорошо. Ну да, мы пострадали, нас пару раз вырубили, но на самом деле не так плохо. Я бы не против найти, наверное, какое-нибудь лечение, что ли. Это, шахматная доска, это не выглядит, как шах... Это выглядит, как шахматная, конечно, доска, но... кубик. Фишка. А, нет, это подставка. Я думал, что это фишки, это подставки под выпивку. Тут дверь? Да. И она открывается. Тут есть комод и сундук. Это все, что есть? А, я хотел сказать все, что есть в комоде. Карта! Карта так тебя через так! Ёшкин кот! Во-первых, принтскрин. Во-вторых, я практически уверен, что я ее в следующий раз, пока я до сюда дойду, но если меня вдруг убьют, то я чеканусь. Я ее заберу, конечно, себе. Карта! Твою за ногу! Я просто в шоке. И от того, что я ее нашел, и от того, какая она огромная тварь! Офигеть, просто! Вот это я удачно в комнатку зашел-то, кстати. Афигеть, афигеть... Уберите, чертовы стулья с моей дороги! И тут у нас сундучков тьма. Так, это кувалда, это... Это нам что поменяет? Да, это кольчуга, это я возьму, хорошо. А это у нас что поменяет? Ладно, в любом случае, это хорошие вещи. Так, все остальное мне не надо, пожалуй. Ты кто такой? Нет, даже не близко. Ты? Неплохие сапожки, но у меня получше. Штаны? Нет, нет, нет. Ну, тут уже вряд ли что-то будет лучше. Я сейчас неплохо залутан. Живой. с неплохим оружием. Блин, там что-то кто-то ходит. Длинный нож. Кстати, у меня какой вопрос-то, они ломаются, эти ножи, или нет? Я пока не видел никакого уровня износа на вещах. Топа! Чтоб тебя! Я начинаю потихонечку уставать от этого. Так, ладно. Опа! Здравствуйте. Нам сюда не надо. Это была чертовски полезная комната. Я еще не сомневался заходить сюда, не заходить. А, балдеть. Э, вот это вот место! Вот это вот место! Это же... это... Это же вот это! Это столовка с двумя комнатами. Точно! То есть, получается, отсюда... А куда нам вообще надо? Ну, хорошо. Знаете, в чем прикол? Это какое-то знаковое место. Это, наверное, выход. А нам на выход, собственно, наверное, и надо. Карту мы можем вообще держать открытый у себя все время. К черту все! Вот, вот это вот место с двумя колоннами. Я практически уверен, что это оно. Давайте тогда на этом моменте остановимся. Посмотрим, что будет дальше. Как вы же понимаете, что серии дальше будут выходить. Это становится офигеть, как интересно. Поэтому увидимся тогда, получается, в следующей серии, ребятушки. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!